всем привет с вами фил и вы смотрите devblog 85 а первое о чем в нем идет речь это организация активов суть в том что разработчики внося многократные изменения в игру не упорядочивали файлы по нужным папкам и как вы понимаете структура превратилась в полный хаос поэтому им пришлось все упорядочивать в принципе нам эта информация не нужна но если вдруг вы владелец какого-то мод сервера то все моды могут слететь из-за того что не найдут свои файлы второе двери и окна их убрали из плана построек теперь это отдельные предметы по словам автора это хотели сделать уже шесть месяцев а вот руки дошли только сейчас конечно все это связано с введением новых типов окон и дверей так как у них будут разные типы размеры 3 утечка памяти как и обещали разработчики у движка игры вышло новое обновление которое фиксит эту проблему четвертое исправление они касаются турели так как игроки в нашей игре очень умные теперь нельзя забагать турель на бесконечные патроны основу для создания башни больше нельзя уничтожить исправили кучу багов связанных с постройками поверх башен башня больше не будет прекращать вести по вам огонь если вы присядете к ней вплотную также башни стали более живучими и более точными 5 баланс винтовки у нее снизили отдачу точнее вернули в то состояние в котором она была раньше но зато уменьшили повреждения от всех типов пуль шестое баланс лута теперь оружие мы будем находить почти сломанное его будет хватать всего лишь на 5 10 выстрелов это применено к кк-47 и винтовки с остальными пока что дела обстоят немного получше но все равно им всем добавят серьезные повреждения также наменяли шансы выпадения различных предметов седьмое исследование теперь успех вашего исследования будет зависеть от состояния предмета восьмое изменение старого оружия копье теперь будет вылетать медленнее точнее у него будет долгий замах деревянный пистолет будет стрелять немного точнее но он по-прежнему останется бесполезным а вот лук опять апнули увеличив урон на 25 процента хоть он и не будет убивать всех как в старые добрые времена но использовать его будет приятнее девятое строительная система самое главное здесь это то что теперь блоки будут взаимосвязаны между собой через сокеты и не будет такого что мы будем ставить блоки друг в друга так как система не могла определить что вокруг десятое прочее сделано статическое размещение декораций удалены кучу кустов и игровых объектов исправлен часовой треугольник основной эксплуатации исправлены частицы которые были слишком яркие в сумерках и на рассвете одиннадцатое каменные ворота их уже вводили но по словам автора они исчезли из-за хаотичности папок и вот теперь их снова вернули двенадцатое полки и здесь я реально удивлен неужели разработчики хоть немного начали соображать надеюсь полочки реализованы удобно и мы снова сможем городить ящики более плотно стоить они будут 250 дерева и 125 металлических фрагментов а также имеет 600 единиц прочности к сожалению по умолчанию их постройка будет недоступно что на мой взгляд не очень умно тринадцатое жалюзи к сожалению скриншот нам не привели но стоить они будут 200 металл фрагментов вешаться будут на окна и их можно будет закрывать и открывать также как и двери но по умолчанию доступны не будут четырнадцатая оптимизация ее пытаются улучшить благодаря новой строительной системе и различных решений с блоками пятнадцатое пулемет модель m249 полностью закончена осталось внедрить ее в игру и немного оживить шестнадцатая с винтовкой и с дробовиком произошли небольшие изменения у них немного изменили анимацию перезарядки как по мне не сильно заметно ну а вы можете сами оценить по приведенным видео семнадцатая моделька игрока хоть нам и говорили на прошлой неделе что работа с ней завершена но это все обман по ходу разработчикам в кайф уделять ей так много времени на этот раз к ней прилепили реакцию нападения света 18 идет разработка альтернативного корпуса для калаша по первому скриншоту я вообще подумал что его хотят сделать каким-то карликовым но судя по второму скриншоту не так уж сильно его поменяют девятнадцатое следы они стали намного заметнее и выглядят реально забавно двадцатое насекомые как вы видите на приведенном видео создали эффект летающего роя насекомых двадцать первое баррикады из мешков с песком добавили реалистичное влияние на выстрелы двадцать второе взрыв мины теперь он будет содержать больше грязи и мусора двадцать третье работа по разработке нового оружия и дронов продолжается с прошлой недели двадцать четвертое улучшили анимацию кости как в случае с ударами так и с обычными жестами и на этом у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь перевод вам понравился поддержку выражайте лайками и подписями на канал желаю всем удачи и хорошего настроения пока